Зал Нижегородской филармонии сегодня отдан во власть Валерия Гергиева и артистов Мариинского театра. Сразу два концерта они дают сегодня в Нижнем. По традиции первое выступление благотворительное. Таким концертом Валерий Гергиев отводит особую роль. Это возможность познакомить с классической музыкой и самый широкий круг слушателей. В этот раз в программе концерта картинки с выставки Мусоргского «Вознесение Мессиана» и оратория Прокофьева «На страже мира». Для исполнения его на сцену специально приглашен хор Нижегородской капеллы «Мальчиков». По лицу ракетам, вот, исчезли фонарей. Глаза не мерзла, шмая тьма до утренней зари. Дети должны заниматься музыкой, особенно петь в хоре. Вот об этом говорили сейчас. Я считаю это самым важным. Более важным, чем профессиональная деятельность Мариинского театра или Чикаго симфонии, лирик опера. Мой импорт, как говорят. Развитие и поддержка детского вокального исполнительства – одна из задач, которую ставит перед собой знаменитый дирижер. Именно с уроков пения в обычной общеобразовательной школе начинается осознание того, что есть музыка, уверен артист. Только так можно вырастить поколение, которое будет понимать музыку. Для тех ценителей, которые уже есть в Нижнем, маэстро приготовил особую вечернюю программу – концертное исполнение оперы Берлиозе Бенвенута Челлини. Опера хорошая, музыка высокого класса, значит, вписывается. Я совершенно считаю глупым ограничивать и свести все к одному проценту мировой музыки. Это просто глупо. Это даже не правильно или неправильно. Это просто глупо. Музыка Берлиоза – это дерзкий новатор, композитор, который опережал время. Мне кажется, его время, в принципе, пришло. Московский пасхальный фестиваль – событие не только столичное. Около 90 концертов симфонической, хоровой, камерной и звонильной музыки проходят по всей России. И Нижний Новгород – не исключение. Екатерина Оруджева, Михаил Городников, Виктор Киселев. Объективно. ННТВ.